Всем привет! Хочу поделиться с вами опытом по открытии пунктов выдачи и рассказать, какие ошибки я совершил. Ну и этот опыт вам станет полезен при открытии своих точек, либо чтобы не терять деньги. Ставим этому видео палец вверх и начинаем! Ошибка номер один. Это ошибка основная и из нее вытекают все остальные. Это, пожалуй, самая главная ошибка для меня в моей жизни. Не только с озоном, но и в принципе. Эта ошибка называется спешка. Стараешься все быстро-быстро сделать, чтобы не успели занять точку или еще что-то. Ну и не учитываешь множество проблем. И вот когда мы открывали точку, мы спешили. И из этой ошибки убегает следующее. И вторая ошибка – это выбор локации. Когда мы открывали в спешке, у нас была мысль только, чтобы открыть, чтобы успеть, чтобы никто не успел занять всю территорию в городе. И мы открывали то место, лишь бы нам одобрили. И получается, мы взяли такую локацию, которая идет как бы на вырод. Здесь вот у нас строится, построен один дом. И в проекте еще семь, по-моему, домов идет. И в радиусе дома находятся частные дома, ну и несколько девятиэтажек. И вот теперь самое интересное. Мы рассчитывали, что в сентябре этого года, 21-го, сдадутся хотя бы часть новых домов, которые строятся. А недавно я узнал и заходил на сайт застройщика. Они сдадутся только апрель-май 22-го года. То есть у нас еще есть полгода минус работы. Третья ошибка, вытекающая из второй, это что очень мало заказов. Из-за того, что мало домов, мало людей, очень мало заказов. И чтобы было понимание, первый месяц среднее количество заказов в день было 3. Во второй месяц стало 7. В третий месяц стало 11. В четвертый месяц 14. В пятый 19. И сейчас идет шестой месяц, сейчас 22 посылки в день. То есть полгода надо ждать, чтобы получилось 22 посылки. Ну и из этого следует вывод, что идет потеря денег ежемесячно. И доход минус расход. Итога у нас получается. Первый месяц у нас минус 32 тысячи. Во второй месяц минус 20. Третий минус 9. Четвертый минус 40. И пятый минус 37. Четвертая ошибка. Это бюджет на ремонт. До Озона у меня умение делать ремонт был небольшой. Ну, поклеить обои, еще что-то по мелочи так делать. Там паркет постелил, я помню. А сейчас здесь нужно было делать ремонт с нуля. С черновой отделки. То есть ложить плитку, потолок вешать, стены штукатурить, двери ставить, подоконники ставить. Ну, полный список. И по незнанию мы планировали в бюджет, ну, там, 1100, допустим. По итогу у нас вылезло 250. И эта сумма, ну, существенно тянет, так скажем, на дно. Хороший опыт в этом. Потому что я научился делать ремонтные работы. И сейчас, если прям случится плохой сценарий, то можно пойти куда-то в бригаду на стройку. Ну, и последняя, пятая ошибка, это верить в светлое будущее. Здесь можно привести цитату, которую сказал Дэн Пенья. Когда вы создаете что-то, и оно не взлетает на 60 тысяч метров, как конкорд, то можете сворачивать проект и заниматься чем-то другим. Не нужно отглядываться назад. А здесь я не закрываю точку, а жду, жду, жду. Хотя можно было, лошадь мертва, можно слезть с нее. Ну, так как мы брали проектную перспективу, и, возможно, через полгода, получается, она начнет приносить доход и будет работать в плюс, может быть, даже в хороший плюс. Но с учетом того, что практически год идет в минус, то есть придется еще целый год ждать, пока она сама себя отобьет. Ошибка, которую, ну, нежелательно совершать. Не получилось, лучше закрывать и двигаться дальше. Ну и напоследок, перед тем, как рассказать, в какой минус загнала меня эта точка, предлагаю подписаться на канал и оставить комментарий, какая ошибка, на ваш взгляд, является самой главной. Ну и так, за ремонт мы отдали 250 и за минусовые месяцы, которые она работает, отдали 138. Общий итог в минус 388 тысяч рублей. Это за 5 месяцев работы. Надеюсь, это видео поможет людям открыть глаза, чтобы вы могли понимать, какой вариант развития вас может ожидать, если вы будете спешить. То есть минус 400, возможно, минус 500, может быть, даже минус 600 тысяч. Всем спасибо за просмотр. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok